Друзья, всем привет. 9 августа. В общем, попахать не удалось. Готовили сейлки. Ну, как готовили? Поменял маршрубник, я в катках. Атулапку помазал, протянул, все проверил. Поставил натулапку и все, короче. Теперь катим на все фазимые пшеницы на самое-самое дальнее поле. Время, короче, уже 4, наверное. Да, без 3 минут 4. В составе 2 тракторов, 2 двадцатки и 2 комплекса, точнее 2 агрегата, 3 СКП 2.1. То есть 3 сейлки, как обычно, СКП 2.1 в агрегате. 2 агрегата. Будем сеять азимую пшеницу пока что на 150 гектарах. Потом, если будут осадки, посеем еще столько же, наверное. Потому что рискнуть и посеять сразу три сотни, около четырех, без осадков, как бы, не больно хочется. Потому что влаги в почве практически нет. И не предвещаясь в погоде. Вот так. Короче, едем. А, да, помыл трактор, окошки натер сами тут, протер пыль, отполировал, полировочкой побрызгал. Вон он, сзади там лежит телефончик. Ну, короче, все комфортно. Также продул я радиатор кондиционера здесь, в кабине которой, по потолке. Сейчас вроде вообще ништяк дует, поинтересней. Ну, короче. Сеять 3-4 дня первый этап. Потом, если подожди, еще будем. Вот так. С уборкой пока что остановили. Овес еще не подошел. Нут еще десекацию не делали рановато. Вот это вот две культуры, которые нужно убрать. А потом уже туда дали это просо и туда дали совсем семечки. Вот, 4 культуры осталось. Также параллельно сено убирается. Точнее, скосили сено. И по 50% уже скатали в рулоны. Вот так вот, короче, друзья. Едем. Друзья, короче, вторая засыпка пошла. Пробежались мы по контуру поля. Посчитал, померил. 130 гектар здесь поля. Посмотрим, за сколько мы его закончим. В общем, вот, столичка пробежали. 8,5 гектар сделал я. Аналогично 8,5 гектар сделала новая 20-ка. Сейчас он пошел по тому краю разворотную полосу больше разбивать. Туда-обратно круг сделает. А я с этой стороны туда-обратно тоже круг сделаю. Как раз пока я дохожу, он приедет. И вместе обратно вернемся. И будем ходить друг за другом челноком. То есть скоростя у нас одинаковые. Вот, условия одинаковые. Поэтому никто не отстает, никто не догоняет. И пока один делает разворотную петлю, второй выезжает из загонки. Пока один заезжает в загонку, второй делает разворотную петлю. В общем, сейчас я вам покажу этот механизм, как все происходит. Разворот не мешает друг другу. И, в принципе, не теряя времени на разворотах больше. Так как петлю делать все равно приходится. Челноком ходим. И, соответственно, радиус поворота никак не изменяется. Что я один ходил, что мы ходили бы вдвоем. Приходится делать эту петлю, чтобы агрегат выехал из загонки и успел развернуться до заезда в новую загонку. Вот. И все. И сеем. Влага где-то порядка 6 сантиметров вглубь. Сеем где-то, наверное, на 7. Но влага, может быть, даже местами и 5 есть. Сеем в среднем на 7 сантиметров. В сырую и влажную почву. Вот так вот. Скорость по спидометру 10. По навигатору 8.9. 9.9, 9.2, 9.3. Но в среднем 9 километров. Это прям точная скорость по навигации. 10 по спидометру. То есть есть погрешность небольшая. У спидометров порядка 0.5-0.8 километров. Завышает. Вот. Ну, пока что. Так, время без 10.8. В общем, это вторая засыпка. Еще осталось в зилу у нас на засыпочку. В общем, где-то около 7-7 с половиной. Около 8 даже. Гектар у нас уходит засыпка. То есть это порядка 170-180 килограмм на гектар. Сейчас начнется. А какие килограммы нужно сеять в тысячи штук на гектар? Либо еще умнее, ребята, на погоны метр. Ну, давайте, ребята, кто сторонник того, что нужно тысячи или миллион штук на гектар, пожалуйста, приезжайте и вперед считайте, сколько же я посеял этих самых тысяч. Тысячи считаются для перевода в килограммы, а на поле уже чистые килограммы на гектары. Вот и вся арифметика. Вот так вот. Поэтому комментарии по-любому будут, что нужно сеять тысяч килограмм. Ой, фу, тысяч штук на гектар, а не в килограммах. Давайте, приезжайте, считайте, меряйте, сколько я посеял. Ну, это лирика, короче. Ладно, пока едем. Сейчас будем засыпаться. Ну, как будем? Вот я 7 гектар сделал, засыпались. Сейчас вот 2 гектара сделал, мне еще пятерочку надо сделать, и будем засыпаться. Вот. Засниму этот момент, если не стемнеет. В принципе, солнце так-то высоко, но, блин, тучи. Ладно, думаю, что будет сверкаться, но еще потемнеть не успеет. Друзья, всем привет. 10 августа. 9 утра. Первая двадцатка пошла. Я сейчас тоже заправился, но я не поеду, потому что вчера у нас хватило зерна только засыпать один агрегат. Сейчас я жду, когда нам подвезут семенной материал, засыпаемся и тоже в бой. В общем, по трактору. Вчера, точнее, позавчера трактор был чистый. Вчера проработал с пяти вечера до девяти. За четыре часа все, трактор становится. Ну, он не грязный, он пыльный. Кажется, он некрасивый такой какой-то. Грязный. На самом деле, здесь просто нужен сжатый воздух, все обдуть и опять к окну выпуть. Но это не столь важно. В общем, продул я воздушный фильтр, как обычно. Посмотрел уровень масла в двигателе, в трансмиссии. Также уровень охлаждающей жидкости. В моем случае здесь у меня антифриз. Феликс, красный. И натяжение ремней генератора, кондиционера и помпы. Все нормально. Штурман у меня за рулем. Давай, Саня, пускай. Скорость выключи. На улице сегодня ночью. Наверное, градусов 14 было. Сейчас вот 20 и с ветерком. Прохладненько, прохладненько. Короче, прогреваем дизель. С этой стороны более-менее все чистит. Так, по агрегату тоже все нормально. Саня! Любители рулем покрутить. Сиди ты, крути, смотри. Эх, балбес! Натяжение цепей нормально. Некоторые звездочки идут яйцом. В принципе, тут с агрегатом делать нечего. Вчера все было помазано, он толком еще не работал. Только сюда доехал. 400 гектаров мы по седине. По 14. Вот сейчас я отъеду отсюда в загонки, потому что 20 будет выходить именно сюда. Входим вдвоем, черноком. Так, давление 5 килограмм. Все, и клапан переливает. Входим вдвоем, черноком, 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 чернок А, вон и Зил летит уже. Сейчас будем засыпать. Все, друзья, короче, стартанули. Сейчас маленькая двадцатка оторвется от меня, а то пыль кассеты нахватаю. Но тоже далеко упускать его нельзя. Кто будет ждать меня на разворот. Ну и все, погнали. Полные сейлки. Засыпает она Зил 130. В нем на 5 засыпок. Где-то 35-37 гектар. Здесь поле 130. Там еще вчера зиловые спыли. Сегодня 2, наверное, высеем. И завтра один останется. И завтра планируем это поле заканчивать. И будем ждать. Если будут дожди, будем еще подсыпать. Если нет, то знаю. По погоде, в общем, будем смотреть. Ну что, друзья, вот и для сегодня последний проход. Время уже 8 часов вечера. Семенной материал закончен. Два дела мы высеяли. Вот последний проход. В итоге за сегодня получили площадь на каждый трактор, на каждый агрегат по 37 гектар. Без учета обеда, это 10 часов работы. То есть, если с обедом, то 11. Чисто работа 10 часов. 37 гектар на агрегат. В итоге 54 гектара сделали на пару с 20-кой. Довольно-таки неплохо. Скорость 9,9,3. Ну, в среднем 9 км в час. Расход 7,7,5 литров на гектар. Норма высела 180 кг на гектар. Вот такие вот дела. Засыпка занимает где-то от 9 до 12 минут. Засыпаем сразу два агрегата. Ставим в ряд. Друг за дружкой ходим. Ставим в ряд. И одним проходом засыпаем два агрегата, то есть 6 сейлок, 6 банок. И все. И потом дружненько стартуем. Вот так вот это происходит. 51,3. Сейчас вернуть будет 52 гектара. Даже около 38 гектар сегодня получилось сделать. Довольно-таки неплохо. Хорошо сегодня поработали. Завтра заканчиваем. А завтра еще остается около 30-35 гектар. Так что ставим лайки, комментируем. И сразу же после короткой вставочки завтрашний день. А я пока отдыхаю. Давайте. До скорби. Друзья, всем привет. Сегодня 11 августа. Короче, все, закончили мы поле. Время у нас 16.39. 16.40, короче. Теперь отправляемся домой. Вторая двадцатка он досевает за гонку. Ему там осталось, наверное, круга на полтора. Гон здесь короткий. Клин. Вот, я сейчас тоже пойду в селку, короче, остатки зерна высыпать. Маленько панельку протереть, пока ветерок есть. В принципе, еще не загадивался, но все же. Короче, сейчас покажу. Поле наше 130 гектар, короче, закончили. Вот оно, поле такой формы. Это мы ходили друг за дружкой. Потом я разрезал себе загонку, начал клин выхаживать. Новая двадцатка ходила навстречу. Потом я опять разрезал загонку, начал клин выхаживать. Он от дороги шел. Вот, короче, все. 130 гектар. Поле закончено. Теперь можно отправляться домой. Я на месте, короче. Время шесть часов. Все. Пойдем домой. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. По поводу завтрашнего дня, не знаю, что будем завтра делать. Либо, может быть, пахать, либо, может быть, сеять, либо, может быть, не знаю. В общем, завтра все будет видно. Пока сейчас на планов, не знаю. Ставим лайки, комментируем. Всем пока. До завтрашнего дня. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok.